Добрый день, друзья! 31 декабря, 50 лет! Настоящий юбилей Николая Максимовича Цискоридзе, самого яркого представителя отечественной богемы на сегодняшний день. Я несколько раз с ним беседовал, и каждый раз это был праздник для меня, интервьюера, надеюсь, что и для зрителей тоже. Оставлю сегодня несколько фрагментов из разных бесед. Вы один из немногих, если не сказать, что единственных социально значимых, кто обратил внимание на вот это изобилие в Америке, в супермаркетах продуктовое, которое для советского человека было просто сносящим крышу, про вкус овощей и фруктов. Ну я же вырос на Кавказе, я же по-другому... Вы поймите, вы приходите домой со школы, у вас стоит ведро клубники, ведро персиков, ведро черешни белой, ведро черешни черной, там несколько ведер туты, я думаю, что не все знают, что такое тута, но шелковица, да, разного цвета и так далее. И у вас все это настоящее, и завтрак все новое, и опять ведрами, потому что вчерашнее никто сегодня не ест, никто не приносил килограммчик, приносилось же... И вдруг вы видите такое, я когда увидел эту клубнику, я к ней кинулся, она пластмассовая. Пластмассовая несъедобная абсолютно. Вообще несъедобная, черешню просто, а виноград, ну это смешно. Ну и кондитерские изделия совершенно не те, которые... У них нет, а в Японии, да, в Японии очень вкусные кондитерские изделия. Любите обладкое? Очень люблю. И в этом тоже приходит себе отказывать, сладком или нет? В сладком не отказываетесь? Нет, просто когда вот 35 лет как-то исполнилось, и я стал вдруг резко поправляться, я отодвинул сахар, и все сладкое, и сказал, что я не хочу. И как-то я ем, но не так часто, как раньше, потому что раньше я мог просто есть только сладкое. А вот ностальгия есть, кстати, у вас? Никакой. Серьезно, то есть не хочется даже? Нет. Но это же азарт, когда тебя любят, наверное. Меня и так любят. Рукоплещут. Ну вот, вы знаете, да, что мальчик нескромный. Мальчик, знающий себе цену. Да, да. Нет, мальчик, вовремя понявший себе цену и понявший, где эта актуальна цена. Вы понимаете, в чем дело? Одно дело, когда вы вот так все время ходите и упиваете сам от себя, ну, конечно, это сумасшествие. Ну, а когда вы понимаете, что в своей профессии вы все равно самый, 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 но эта профессия в определенных условиях, в определенном здании, при определенных, ну, каких-то таких стечениях обстоятельства. А дальше, вот когда эти обстоятельства заканчиваются, ты просто человек, тогда нормально, тогда крыша сохраняется. Но просто когда заходит речь о балете, конечно, о театре, тут, I'm sorry, надо всем отодвинуться. Я все равно сделаю так, как надо. И вот, а остальное, ну... Вы сказали, что острый на язык, что язык как бритва. Я обратил внимание, что вы как раз любите обобщать. Вы редко очень называете имена и фамилии. Вы вот можете сказать... Это я стал осторожный. Да? Да. Вот недавно, в этом году было одно интервью ваше, которое я смотрел накануне нашей встречи сегодняшней. И вы там упомянули питерский снобизм, что в этом городе все вот... Вы имели в виду балетных? Вообще город. Вообще город. Вообще город. А в чем это вот проявляется, и как это на вас-то отразилось? Имеется в виду ленинградской и московской школы? Нет, в чем? Ну, вы посмотрите, ведь они понаехали сюда, в Москву, обожают Питер, но живут здесь. Они не хотят, уезжайте, люди. Понимаете, я это говорю, потому что я не москвич. Я, вот мама не хотела рожать в Москве, я мог это сделать. Она меня родила в Тбилиси. Я тбилисиец, потому я так спокойно рассуждаю о Москве и Питере. Учились в Москве? Да, конечно, я вырос. Мама считала, грузин должен родиться в Тбилиси. Все. Она вообще не любила Москву, она выросла здесь, она закончила все учебные заведения в Москве. И, видимо, сложность, с которой она столкнулась до моего рождения, я в 43 года родила она меня, конечно, видимо, вот эти вот были у нее какие-то, ну, ей больше нравилось спокойный, тихий, теплый Тбилиси, где можно попить воду из-под крана, никуда не спешить, где хорошая размеренная жизнь. Она потому, она вообще никогда не хотела здесь жить, она никогда не хотела возвращаться. Это все было из-за балета только, из-за моего настояния, вот и все. А я всегда говорю, я обожаю Москву, для меня главный город Москва. Я никогда не скажу, я очень люблю Питер приехать, побыть там, погулять. У меня много друзей, это один из самых красивых городов вообще во вселенной. Это, но мой город, там, где мой дом, это Москва. Я не стесняюсь этого. А они все рассказывают, какие они питерцы, но живут в Москве. Потому я говорю, если вам нравится так Питер, живите в Питере. Все, кто мне рассказывает, как хорошо в Тбилиси, я говорю, прекрасно. Живите в Тбилиси, я не хочу. Обожаю в Тбилиси приехать, вкусно поесть, всех повидать и уехать к себе на Фрунсовскую набережную. Москва, в которой вы учились, и нынешняя Москва, это, если мы говорим о москвичах, а не об архитектуре или транспорте, это тоже самый город? Нет. Москва вообще, как Лондон, как Париж, как Токио, как Нью-Йорк, это мегаполисы, которые меняются в первую очередь, потому что меняются технические какие-то возможности, меняются взаимоотношения людей. А потом, как правило, коренных жителей этих городов не существует. Их очень маленький процент. Они пытаются себя спасти, но у них это не удается. Настоящие москвичи, они, вот когда говорят, там, питерская интеллигенция, питерская интеллигенция далеко до настоящей московской интеллигенции. Просто ее вывели, ее уничтожили. Но, понимаете, вот что еще было? Номенклатурность поменялась очень сильно. Все-таки вы не забывайте, я вырос в очень номенклатурной школе. Чуть старше меня училась внучка генсека Андропова, чуть позже меня училась внучка генсека Горбачева. Мы были школа номер один в Советском Союзе. Каждый служащий у нас был сотрудником или осведомителем. У нас не было простых педагогов, у нас не было простых людей. Все, ну, как бы, я не беру балетных, хотя половина этих балетных тоже служила на систему. Потому, как бы, вы поймите, мы были привилегированные дети. Начиналось все с нас, а потом вот все школы мира в Советском Союзе, как бы, да. Потому, как бы, понимаете, сейчас, наблюдая детей, так скажем, номенклатурных, ну, они сильно отличаются от тех. Они совсем другие, они на понтах, они на... все на нюансах, на айфонах, машинах и бог знает чем. И, конечно, с простыми детьми, которые там учатся, их очень мало. В московское училище практически нет нормальных детей. Это... Это... туда не попасть нормальным детям. Ну, их очень мало, но они очень, как бы, нищие по сравнению с тем, что делается вокруг. Это поясните. Они же не нищие в материальном смысле. В материальном плане нищие. В материальном плане нищие. Конечно, нищие. Конечно, нищие. И очень удивительно, вот это было очень смешно, дочка нынешнего ректора московского училища, Анечка Леонова, она моя крестная дочь. Я ее крестил еще, когда никто не знал, что ее мама станет ректором когда-то, что я стану ректором. Ну, был 95-й год, Аня заканчивала школу. И так смешно. Выпустилась у нас одна девочка, сейчас она прямо балерина Большого театра. И в Питере у меня, как бы, я был уже ректором. Ну, и что-то там они возмущались, почему опять ленинградку взяли, дают роли. Ну, потому что они лучшие, мы лучше учим. Что сделать? И Аня мне говорит, я говорю, ну, понимаешь, у нее, говорю, еще родители непростые, как бы. Вы не очень возмущаетесь, потому что опасно так язык распускать. Она говорит, непростые, а что же она тогда училась в Питере? И я так захохотал, потому что это было так искренне сказано. Как, непростые учились в Питере? Я говорю, ну, понимаешь, они настолько непростые, что они и так знали, что она попадет в Большой. Ха-ха-ха-ха. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба».